В середине, даже ближе к концу 17 века, великий Исаак Ньютон написал «Эмпирические уравнения грационного взаимодействия двух шарообразных тел». Этот закон так называемого «всемирного тяготения» очень хорошо известен до сих пор. Его изучают в школе. Я напомню, что он гласит о том, два тела притягиваются к друг другу прямо пропорционально в произведении их массы и обратно в пропорциональный квадрат в расстоянии между ними. Закон всемирного тяготения. Там, правда, еще есть одна постоянная, называется гравитационная постоянная, которая, собственно говоря, является коэффициентом пропорциональности этой силы. И если рассматривать эту формулу, то в этой формуле отсутствует время. Там только есть расстояние между двумя телами. И когда нет времени, то никаких динамических процессов этот закон описывать не может. Он описывает только статическую ситуацию. Но прошло почти что 300 лет, немножко меньше, и в самом начале 20 века Альберт Эйнштейн придумал сначала специальную теорию относительности о движении двух систем отсчета, и которая оказалась совсем не такая простая в смысле формулировки. А потом, прошло 10 лет, и он, сказать слово «придумал» будет неправильно, он создал общую теорию относительности, движение относительного движения любых тел, и в эту теорию относительности включена также и теория гравитации. Совсем другая, новая теория гравитации. Иногда физики-теоретики говорят, что общая теория относительности Эйнштейна – это и есть теория гравитации. Но там уже включено время. Эта теория существенно зависит от времени. Объясню почему. Дело все в том, что Эйнштейн предположил, что сама по себе сила гравитации является ничем иным, как следствием искривления пространства и времени, в котором мы с вами живем. Правда, при этом время приходится считать физической размерностью, физической координатой, как будто бы оно есть. Но, тем не менее, если сила гравитации есть искривление пространства-времени, значит, время входит как переменная в эти формулировки. И в теории Эйнштейна оказалась зависимость гравитационных сил от времени. Сами по себе уравнение очень сложное, потому что это уравнение для достаточно сложных математических, так называемых, тензорных величин. Но есть понятие вектора, это в школе учат, а понятие тензора, ну, это в два раза сложнее, скажем так, условно говоря, для простоты. Тензорных величин, и эти уравнения, относительно этих величин, второго порядка, дифференциальное уравнение, второго порядка, в частных, производных, и этих уравнений, вообще говоря, 10. Потому что это уравнение для матричной функции, вот для этого тензора. И уравнения нелинейные. Вот нелинейные, это значит, что, вообще говоря, не существует готовых алгоритмов для их решений. Они достаточно сложны. И поэтому каждое новое решение оказывается решением знаковым, значимым. Оно публикуется, каждое новое решение, точное решение уравнения Эйнштейна, это очень интересное явление, оно всегда публикуется, и существует даже перечень точных решений уравнения Эйнштейна. Их не так уж и много. Однако, если эти гравитационные поля слабые, не очень сильные, то тогда нелинейными членами, квадратичными членами по этим тензорным величинам можно пренебрегать, и остается линейное уравнение, которое является уравнением волновым. Ну, таким же примерно, как уравнение в электродинамике для гравитационных, для не гравитационных, а для электромагнитных сил. И тогда, стало быть, возникает вопрос. Если есть волновое уравнение для гравитационного потенциала, для гравитационных сил, значит, существуют гравитационные волны. Эти волны могут распространяться. Но есть большая разница между электромагнитными силами и гравитационными. Она в той природе, которую вкладывает Эйнштейн в гравитацию. Если мы электромагнитные волны рассматриваем на фоне уже готового пространства и смотрим, как нарушение или искажение некоторых дополнительных векторных электромагнитных величин на фоне пространства, то гравитационные волны с точки зрения общей теории относительности это волны самого пространства. То есть происходит волновое искривление самого пространства и времени, в котором мы с вами живем. Но так предполагает теория Эйнштейна. И поэтому обнаружить гравитационные волны сложно по многим причинам. Первая из причин, конечно, в том, что у нас всего есть один гравитационный заряд, это масса. В электромагнитном поле есть два источника. Это положительный и отрицательный заряд. Их колебания между собой создают электромагнитный эффект. А гравитационными волнами гораздо сложнее. Не очень понятно, что произведет вот такое волновое движение самого пространства. Не очень понятно. Или гравитационные силы. Я говорю «гравитационные силы», предполагаю, что существуют гравитационные потенциалы. Потому что мы меряем-то силы, а на самом деле уравнение записано для потенциала. То есть это, если угодно, интегральная характеристика от силы. При этом не очень до конца ясно, как их регистрировать. Ведь если у нас колеблется сразу все пространство, эта волна проходит, то в этом пространстве все должно двигаться в соответствии с его изменениям. И должен быть некий реперный объект, который не движется. Но если движется все пространство, то в нем движется все. Вот это тоже очень непростой вопрос. Ну и, наконец, гравитационные силы считаются самыми слабыми в природе. У нас есть, до сих пор, считается четыре вида взаимодействия. Это сильные взаимодействия, ядерные, электромагнитные взаимодействия. Слабые взаимодействия, так называемые, лептонные. И, наконец, гравитационные взаимодействия. Константа связи, вот тот самый коэффициент пропорциональности, там малая величина, достаточно гравитационная, постоянная. И поэтому эти силы слабы, относительно слабы. Но в силу того, что они существуют только как притяжение, до сих пор мы не знаем отрицательной гравитации, то мы должны отдавать себе отчет в том, что на огромных объемах Вселенной или даже на большом объеме одной звезды или даже нашей Земле эти гравитационные силы оказываются значительно велики. И поэтому говорят, что не только отдельные объекты управляются гравитационными миссионами, но вся Вселенная в целом. Все целое Вселенное управляется гравитационными миссионами. В последнее время, правда, существует целая серия теорий, которые, и даже наблюдений, которые говорят о том, что наша Вселенная расширяется не так, как предполагает теория Эйнштейна. Сейчас про Вселенную два слова. Теория Эйнштейна, которая была им сформулирована в начале, было решение получено Александром Фридманом, великим русским ученым в 20-х годах прошлого века, и он показал, что Вселенная расширяется. Но Эйнштейн сначала не согласился, потом он сказал, что правильное решение, ну и в результате стали применять более простой формат уравнения Эйнштейна. Однако исследования последних лет, особенно наблюдательные данные, показали, что Вселенная расширяется не так, как предсказывает теория Фридмана. То есть она расширяется ускоренно, или начала расширяться ускоренно, так называемый инфляционный период расширения Вселенной. И возникает вопрос, за счет чего? И тогда предположили, что есть еще некие силы дополнительные, которые играют роль некоторых сил отталкивания за счет так называемой космологической постоянной. Туда вводится космологическая постоянная, это потенциал отрицательных сил тяготения, условно скажем. И как будто бы это разгоняет дополнительно Вселенную. Поэтому появились понятия темной материи, темной энергии. Вот эти все понятия появились после того, как экспериментально обнаружили не совсем так расширяющуюся Вселенную на эксперименте. Ну, вернемся к гравитационным волнам. Гравитационные волны, конечно, это, пожалуй, один из тех последних объектов, которые в теории гравитации Эйнштейна не открыты. Ну, начнем с того, что теория гравитации Эйнштейна, общая теория относительности, предсказывает, точнее, объясняет некоторые эффекты, что-то предсказывает, что-то объясняет. Совсем немало, немало, их всего три эффекта, по большому счету, но четыре. Один эффект очень хорошо известен. Это эффект, как говорят, небольшого смещения перигелия планеты Меркурий, вращающегося вокруг Солнца. 43 секунды в столетие, угловых секунды. Это очень мало, но ни одна теория, в рамках теории гравитации Ньютона, не могла этого объяснить. А в теории Эйнштейна именно эти 1-43 секунды как раз и объясняются. То есть теория Эйнштейна объясняет смещение перигелия Меркурия. Вторая, она поясняет покраснение луча света при выходе из гравитационного поля, то есть луч света теряет энергию, и за счет этого его частота становится меньше. И это красное смещение за счет выхода из мощного гравитационного поля. Ну и третий эффект, это эффект отклонения луча света в поле звезды. Если вы смотрите на какую-то удаленную звезду, ну, вы видите ее под некоторым углом. Если вдруг оказывается, что луч света проходит близко от, например, Солнца, который в момент затмения, мы увидим, что звезда находится на другом месте. За счет того, что при прохождении около звезды луч света изгибается. Это вот третий эффект. Ну, четвертый эффект связан был с расширяющейся Вселенной и с тем, что в рамках этой теории было предсказано, собственно говоря, сначала было показано, с каким коэффициентом расширяется Вселенная, постоянная Хаббла, так называемая, и потом было предсказано существование реликтового излучения. То есть излучение, которое появилось в первое мгновение, первые секунды, минуты существования Вселенной после большого взрыва, так называемого Биг Бэн, и появление реликтового излучения примерно 4 градуса Кельвина. Вот это реликтовое излучение действительно обнаружено во Вселенной. Как ни странно, это факт. Вот, собственно, и все. Еще говорят про черные дыры. Вы наверняка об этом слышали, и когда сейчас зайдет разговор о том, где обнаружили гравитационные волны, зайдет речь о черных дырах. Ну, скажем так, есть такое решение уравнения Эйнштейна, которое описывает так называемую черную дыру, в которую все может упасть, и из которой никогда ничего не появляется. Хотя это очень экстравагантный, я бы сказал, экзотический объект. Может быть, черные дыры и есть. И все утверждают, хотят утверждать, и рассказывают всем, что они есть. Потому что такое решение уравнения Эйнштейна, в которое люди более или менее поверили. Хотя Эйнштейн Нобелевскую премию не получил за свою теорию гравитации. Он получил Нобелевскую премию за фотоэффект. И когда говорят о том, что черные дыры есть, то это элемент веры. Ну, если угодно, вера научная. Потому что она изиждается на том, что есть такое решение уравнения Эйнштейна. Кстати, полученное чуть ли не в тот самый год, когда Эйнштейн написал уравнение. Эти уравнения решил Шварцшильд. Потом он погиб во время Первой мировой войны. И решение Шварцшильда предполагает, что существует такой объект, как черная дыра. Ну, в это хорошо верить, и люди в это верят. Утверждают, что некоторые космические объекты, которые находятся в центре галактик, может быть, в каких-то еще других экзотических объектах, может быть, в квазарах. Вот эти объекты в центре своем содержат черные дыры. Ну, говорят. Потому что до сих пор на 100%, насколько я знаю, я не исключаю, что я могу ошибаться, но у меня, честно говоря, на эту тему свой взгляд. Я профессионал в теории гравитации Эйнштейна, и могу сказать, что это элемент научной веры. Доказательств прямых, однозначно четких, что существует черная дра, пока нет. Так вот, единственный объект, который сейчас в состоянии долгого поиска, это гравитационная волна. И на самом деле у нас с вами были уже примеры, когда гравитационные волны один раз находили. Это было в середине 60-х годов. Профессор Вебер из Соединенных Штатов Америки вдруг громко заявил, что он открыл гравитационные волны. Он построил специальный детектор из чистого алюминия. Несколько тонн этот детектор весил. Поместил его глубоко в подвал. Ну, масса имеется в виду этого детектора. Поместил его в цилиндр. Поместил его глубоко в подвал. Поставил на торцы датчики. И через некоторое время у него появились данные о том, что этот детектор несколько пульсирует одновременно с некими наблюдаемыми во Вселенной событиями, которые могли бы вызвать такую пульсацию. Ну, в отдалённую. Вот вроде мы их видим. Стало быть, пришёл свет оттуда. И одновременно с ним пришла гравитационная волна. Причём утверждалось, и насколько я знаю, до сих пор пока ещё утверждается, что гравитационные волны распространяются, если они есть, с той же скоростью, с которой распространяется в вакууме электромагнитное излучение. А эта скорость примерно 300 тысяч километров в секунду. Фундаментальная скорость. Её часто называют скорость света. Так вот, профессор Вейбер сказал, смотрите, вот происходит что-то на небе, и мой детектор трепещет в соответствии с этими изменениями. Это есть проявление гравитационных волн. Он стал необыкновенно известным. Он получил массу премий различных, выиграл массу грантов. Его до сих пор все помнят. Прошло какое-то время, и оказалось, что ничего подобного. И что это не гравитационные волны. Слишком величина большая оказалась, для того, чтобы величина перемещений торцов этого алюминиевого детектора слишком большая оказалась. Не может быть. В силу того, что вот эти гравитационные волны ещё трудно улавливаются, потому что это не так называемое дипольное излучение, как в электромагнитном случае. Но диполь, это когда положительный отрицательный заряд, это диполь. Находится на некотором расстоянии друг от друга. А это квадрупольное излучение. То есть это гораздо более сложный вид излучения, в силу того, что потенциалом является не вектор, а тензорная величина. Но тем не менее, формула квадрупольного момента, гравитационного поля, очень хорошо известна. Она вычисляется, и все характеристики гравитационного излучения вычисляются, если оно есть. Поэтому уже давно все хотят получить данные о гравитационных волнах. В силу того, что это популярная тема, в силу этого их ищут очень давно. И у нас в стране, в нейтринных лабораториях, в горах Кабаратино-Балкарии ищут, и в Соединённых Штатах Америки есть несколько построенных очень больших интерферометров, несколько километров, которые могут уловить это излучение якобы. Но если они это излучение все-таки детектируют, то, конечно, это предмет для того, чтобы возникла некая современная научная сенсация. Потому что это, по сути дела, докажет лишний раз верность общей теории относительности Эйнштейна, за которую он так и не получил на русской премии. Вот кто-то получит за гравитационные волны, а Эйнштейн за него не получит. Что это нам дает? По большому счету ничего. В технике применить гравитационное излучение будет невозможно, скорее всего, по крайней мере, в обозримом будущем человечества. В силу того, что оно очень слабо, и, вообще говоря, каким-то образом оно распространяется, но мы до сих пор имеем только весьма примерная возможность это оценить. Хотя, конечно, гравитационная волна, гравитационная сила должна каким-то образом распространяться. Ну, например, я просто приведу пример в моем кабинете. Я сюда, в этот кабинет, могу внести, сейчас в нем нет, огромный свинцовый шар диаметром 1 метр. Никто не внесет такой шар, потому что он очень тяжелый. Но, предположим, некая неведомая сила, этот шар такой массой сюда вдруг определит. У нас тут же, в этой комнате, изменится гравитационное поле. Стало быть, поскольку изменятся гравитационные силы, мы станем все вместе притягиваться к этому шару. И здорово притягиваться, надо сказать. Значит, изменилось гравитационное поле. Раз произошло и изменение гравитационного поля, значит, некая гравитационная волна прошла. Вот простыми словами. И мне кажется, что это понятно. Это понятно даже в рамках теории Ньютона. Но там нет динамики. Мы не можем эту динамику там задать, изменение гравитационного поля. Мы можем задать динамику тела в этом гравитационном поле, но изменение самого гравитационного поля там отсутствует. Там есть поле это, но оно стационарно, статично вернее. Теория Эйнштейна – это возможно. Но правильно ли она описывает это или неправильно – это еще большой вопрос. Вроде бы все очень похоже на правду, потому что и уравнение хорошее получается в слабом приближении, и решения их получаются такие же, как в электромагнетизме. И все вроде ничего. Но это не значит, что теория Эйнштейна – единственная права. Потому что на сегодняшний день существует десятки других теорий, которые обобщают теорию Эйнштейна и даже видоизменяют ее. На сегодняшний день мы имеем целый набор таких теорий. Конечно, все, кто пишет такие варианты теоретического исследования в смысле гравитационного поля, стараются, чтобы в слабом приближении все становилось таким, как в теории Ньютона. Кстати, теория Эйнштейна тоже такова. Когда мы зачеркиваем зависимость от времени и делаем слабое поле, получается точно, как у Ньютона. И все хотят того же самого. Но в некоторых случаях получается из других теорий то же самое, что в теории Эйнштейна, а в некоторых – нет. Но тоже есть волновые решения. Но самое главное в другом. Самое главное, как ни странно, пока что совсем в другом. Это то, что… Я не хочу сказать обычные люди, все люди обычные, но те, кто не специалист. Вот этого они не знают практически. Помимо классической теории, общей теории относительности, она в том смысле классическая, что она не квантовая. А существует еще квантовая механика и квантовая теория поля, которая очень и очень точная наука. Квантовая механика показывает нам, что на малых расстояниях, при малых массах, но при тех значениях заряда и собственного момента импульса частицы спина, частицы удовлетворяют совсем другим уравнением не классической механики, а механики квантовой уравнением не Ньютона, того же самого Исаака Ньютона, не динамики Ньютона, а уравнением Шрёдингера или Гайзенберга. Там несколько вариантов есть. И это совсем другая механика. Так вот, если механику частицы, не релятивистскую, в том смысле, что она не теория относительности пока что, не релятивистскую, механику частицы демонстрирует квантовая механика Шрёдингера, а механику электромагнитного поля с трудом, но демонстрирует квантовая теория электромагнитного поля, и она есть, она существует, и она тоже подтверждается экспериментом, и он достаточно точно, то квантовая механика гравитационного поля, в том числе гравитационной волны, не существует. Она не строится, не выстраивается. Почему? Потому что почти все величины, которые в теории гравитационного поля пытаются построить с помощью квантово-механических принципов, эти величины окажутся бесконечными, очень большими. И теория не стыкуется, квантовая механика, с теорией гравитации. И я задаюсь вопросом. Если квантовая механика достаточно точная теория, и она отвечает на огромное количество экспериментов, она их подтверждает. Общая теория относительности Эйнштейна, я уже перечислил, сколько там, всего 4 эффекта. Ну да, объясняет. Но они между собой никак не стыкуются. Что это может говорить? О чем это может говорить? О том, что одна из теорий неправа. Одна из теорий неправильная. Какая из этих теорий неправильная? Но я пока этот вопрос оставлю в воздухе. Потому что если гравитационные волны, в смысле теории Эйнштейна, будут открыты, то будет лишнее рассказано, что теория Эйнштейна тоже значит правильно. Пятый эффект. Но квантовой механики десятки эффектов. И больше того. И самое интересное во всей этой истории в том, что никто не знает, и никто сейчас не может дать это геометрическое описание самой квантовой механики. Вот теория гравитации, я уже сказал, это искривление пространства-времени, кривизна. Ну да, это в нашем трехмерном пространстве плюс время. А в квантовой механике никто не знает, что такое там основная функция, которая, по сути дела, определяет состояние частицы, находящейся в этом пространстве. Но это было до последнего времени. Вот в рамках нашей университетской, УДН-овской научной группы мы сделали очень интересное, совершенно новое, если угодно, физико-математическое открытие. Оказалось, что квантовая механика это действительно наука, которая правильная, но которая действует совсем не в нашем трехмерном пространстве. Если раньше и Шрёдингер, создатель квантовой механики, и Луи де Бройль, человек, который впервые сказал, что частица одновременно является и корпускулярной единицей, и волной, ну он сказал, волновые функции частицы впервые внёс, и, собственно, из-за него квантовая механика появилась, как волновая механика, тоже искал эти волны в трехмерном пространстве. Оказалось, что всё это совсем в другом пространстве, и наше пространство трехмерное расщепляется на такие пространства, которые наш глаз не видит. И математически квантовая механика описывается там. Так называемое фрактальное пространство, корень квадратный из размерности трехмерного пространства. Я понимаю, что эти слова звучат немножечко сложно, но для математики это просто. Это пространство дробной размерности, фрактальное пространство, в чём всего двумерное. Как будто бы наше пространство состоит из каких-то ячеек, из пузырьков двумерных. И вот на этих двумерных пузырьках, собственно говоря, и записывается функция состояния Но это очень приблизительная модель. Я просто сказал это потому, что мы считаем это хорошим, очень интересным направлением деятельности вообще в современной фундаментальной науке. И я думаю, что это будет в значительной степени иметь определенный вес в ближайшие 5-10-15 лет. А пройдет совсем немного времени, и вот этот подход будут изучать во всех школах и во всех университетах. Совсем не другой, не эмпирический поход, а фундаментальный физико-математический-теоретический подход. Потому что из одного математического, очень простого множества гиперкомплексных чисел, получается сразу все виды классической квантовой механики. И намечается путь на совсем другое, на совсем другое новое представление о теории гравитации. Я уже почитал материалы сообщений, сегодня в интернете побывал уже не один раз. Да, серия журналов уже публикует эти материалы. Это действительно может звучать как неплохая научная сенсация. И вроде бы говорят, что речь идет о столкновении двух черных дыр. Ну, я про черные дыры, с свою точку зрения, сказал. Поэтому можно говорить, конечно, просто об очень массивных гравитационных объектах. Вообще говоря, это явление нормальное. Когда сталкиваются два объекта, и в результате происходит изменение геометрии пространства и времени. В общем-то, нормально. Но то, что это 100% открыто, это еще нужно проверять. Ведь на самом деле, чем сложна вот эта физика гравитационная? Она сложна тем, что сама по себе гравитационная постоянная величина очень неточная. Она известна только до третьего знака. Вот если так называемая константа связи гравитационного поля. Гравитационный постоянный Ньютона. Вот если константа связи электромагнитного поля известна до пятнадцатого знака, достаточно точно, то гравитационный до третьего знака. Понимаете, точность очень невелика. Но с другой стороны, чем сложна физика гравитации? Тем, что уловить аналогичный опыт во Вселенной очень сложно. Я вам сказал, 50-60 лет ищут гравитационные волны. Вот только что начали утверждать, что их нашли. Скорее всего, на новом интерферометре, о котором я вам говорил. Если этот эффект будет повторяться, если еще раз подтвердят, еще раз подтвердят, и проанализируют не только одна группа ученых, а несколько групп ученых, тогда можно об этом говорить с большей степенью достоверности. Пока что у меня все это вызывает некоторые сомнения. Хотя я сказал, и уже вот сейчас, что в принципе изменения гравитационного поля, безусловно, в природе есть, и скорее всего их можно детектировать. Но вот именно как волны, или как одну проходящую волну, или как волны электромагнитные, которые могут распространяться довольно далеко, и хорошо видно, и хорошо детектируются, так ли распространяются гравитационные волны, мы об этом сказать, и с какой скоростью мы об этом сказать ничего не можем. Потому что мы не знаем, какова скорость распространения этих волн во Вселенной. Если раньше предполагалось, что еще во времена, когда Максвелл формулировал свою электродинамику, что существует эфир в пространстве, натяжение которого и вызывает эти электромагнитные волны, то когда мы говорим о гравитации, нам кажется еще сложнее. Что же вызывает в пространстве вот эти волны, которые движутся с такой огромной скоростью, если с такой огромной уж они движутся. Но это на самом деле скорость очень маленькая. Я напомню, что от Солнца до Земли луч света доходит за 8 минут. От Солнца до Земли. Вот на Солнце что-то произошло, только через 8 минут мы увидим. От нашей галактики, от Млечного Пути до Туманности Андромеды несколько лет. А если мы смотрим на удаленные галактики, это сотни лет, а потом сотни миллионов лет. И то, что мы видим там, это уже давным-давно умерло. Поэтому мы видим то, что давным-давно прошло. Машина времени. Ну, не машина времени, а ретроэкран. Поэтому я не уверен, что все так оптимистично с этим открытием. Я вообще скептик. Ну, каждый человек, который занимается наукой, имеет право быть, обязан быть скептиком в первую очередь. И то же самое я могу сказать, что когда построили адронный коллайдер в Церне, все сказали, ну, мы сейчас все тут наоткрываем. Я сказал, знаете, во-первых, ломаться будет все время, так он и ломался несколько лет подряд. А потом, скорее всего, вы будете открывать частицы все с большей и большей массой. Ничего больше. Потому что сталкиваются два протонных источника, а формула Эйнштейна энергии равняется mc2, масса умножена скорость света в квадрате. Говорит, чем больше скорость частиц кинетической энергии, тем больше массы временной образования будут фокусироваться в точке столкновения. И мы будем их считать частицами новыми. Собственно, так оно и происходит до сих пор. Про базон Хиггса пока молчу, потому что здесь тоже очень много сомнений. Но, тем не менее, Нобелевскую премию Хиггс получил, и дай Бог ему здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok